И в продолжении темы, на сегодня объем нереализованных убытков от переоценки ценных бумаг в портфеле американских банков второго уровня составляет 620 миллиардов долларов. Расчеты федеральной корпорации по страхованию вкладов приводятся в аналитическом обзоре от Ассоциации финансистов Казахстана. Отечественные эксперты опасаются влияния ситуации на нашу экономику. Как могут откликнуться проблемы банковского сектора штатов в Казахстане, выясняла Амина Абдрахманова. Ситуация на банковском рынке США сложилась из-за повышения ставок ФРС. Такого мнения придерживаются казахстанские эксперты. Эта мера направлена на снижение инфляции в Штатах. Сейчас для того, чтобы уладить обстановку в банковской сфере, Федеральному резерву необходимо снизить базовую ставку, либо выдать ликвидность финансовым институтам. Второй вариант решения проблемы, по мнению экспертов, маловероятный. При этом экономисты уверены, что прямого влияния последних событий в Америке на Казахстан не будет. Однако некоторые сигналы опасений все же есть. Вот все-таки будет какой-то финансовый кризис, то у нас есть несколько уязвимостей, главная из которых это цена на нефть. То есть если там идет финкризис, мы уже видим, как цена на нефть вот за эти три дня упала. Она была 86, сейчас 79,8. То есть вот почти 9% потеряла за эти там 4 дня. И получается, почему цены на нефть падают? Значит экономика замедлится, спрос на нефть пойдет. По словам экспертов, в случае если цены на нефть пойдут вниз, то перед Казахстаном может появиться необходимость пересмотреть бюджет в негативную сторону. Это не исключает дополнительных расходов из госказны. Однако экономисты уверены, что нынешняя ситуация в Америке не столь серьезная, как это было при финансовом кризисе 2008 года. Поэтому снижать базовую ставку скорее всего не будут, так как под угрозой находятся всего 10 небольших банков. И вопрос снижения инфляции все же остается на первом месте. Ситуация, конечно, вызывает опасения, но в отличие от 2008 года, когда было падение вот это сад правил моркович, как в ипотечных займах, облигаций, все-таки ситуация лучше сейчас. Она меньше, можно ее залить деньгами, как США умеет. Поэтому я не думаю, что прямо это ужас, ужас, ужас. Но проблема в том, что надо понять, как регуляторы политики США отреагируют на эту проблему. По словам экспертов, ФРС примет решение по базовой ставке уже 22 марта этого года. Прогнозируется, что оно будет в сторону повышения, как минимум на полпроцентных пункта. А это уже повлечет за собой укрепление доллара по отношению не только к тинге, но и к другим валютам уже во втором квартале этого года.